Шалом, драгоценные братья и сестры, Господи нашим Иисусе Христе. Хотела поделиться с вами сном, который мне приснился вчера. Мне приснилось, ну как бы я вижу, что идет старая бабушка, и у меня такое чувство, как в сказке была снежка, что бабушка пришла и дала яблоко, и она умерла. И она как бы, чувствую, какой-то, по-моему, подсыльный кто-то. И она как бы подходит, я вижу, она как бы там хромает, я ее, думаю, я ее все равно как бы посажу, там положу ее ногу. И она посадила, все сделала, и потом сама пошла, встала на колени и начала молиться Иисус. Как бы я слышу только как бы вначале Иисус, и ну как бы вижу со стороны все. Я стою, молюсь, а сзади как бы подбегает такой громадный лысый демон и пытается на меня со спины напасть. И так смешно, получается, он как бы пытается ко мне прикоснуться, и вот так вот прилетает, вот так вот его разворачивает, кидает, и он через меня перелетает и падает, и лежит как бы навзничь. Потом второй точно так же, и третий демон. И все они падают, и ну получается, или ангелы их разбросали, или как щит вокруг. Интересно, прям так вообще чудесно, что как бы становишься на колени, начинаешь молиться Иисусу, и вот такая защита. И потом я вижу, как бы начинает свечение, начинается светиться, и потом как бы так светом все заполняется, и потом свет так раз и начинает возноситься, как бы раз и вознесся. Я поняла сразу, слава Богу, что это скоро снова Господь дает знак, что скоро восхищение будет. Ну мы, конечно же, каждый день всегда ждём. Амэн, братья и сёстры, каждый день ждём. Но всё равно так, вероятно, всегда свежие подтверждения, восхищение видеть во снах. Ну и потом, если остаток этого сна, если остаток этого ночи, как бы я со всеми деменами почему-то боролась, и какими только не были, даже египетские, и во всём как бы получается, или начинаешь кричать слава, и они как мёдом их заливают, они не могут пошевелиться, или кричишь слава, ну как бы просто Господу, или становишься на коленях и начинаешь кричать к Иисусу, и тоже они все. И так интересно, и как бы ты сам ничего не делаешь, только или кричишь слава нашему Господу, или Иисуса становишься на коленях, призываешь, и вся эта гадость демоническая раскидана полностью в пух и прах. Как говорится, что ни один замышление, что против тебя не будет успешно, амэн, слава Богу, так и есть. Так что ждём дальше, драгоценные братья и сёстры, не унываем каждый день, каждый час. Потом я хотела ещё сказать, интересный такой у меня получился пример в жизни, называется, что делать из лимона лимонад. Вот у нас сейчас как бы, ну, постоянно уже поскольку они геозали, сколько надо ходить по магазинам в масках, и у меня уже до такой степени это замучило, что я уже пристала по магазинам ходить. И у меня освобождение от маски есть, и все постоянно подбегают, начинают там, вот там, багажите, и как-то раньше меня это злило, и меня это, ну, как-то из себя выводило. А потом как-то у меня получилось, что мои листовки попали туда в освобождение маски. Они обычно у меня отдельно лежали. Я когда доставала, показывала, листовка выпала, я говорю, ну, это для вас. И мне так это понравилось, я теперь постоянно ложу эти все мои листовки в освобождение от маски, и даже теперь сама подъезжу, говорю, вот вам показать мое освобождение, о, вам, пожалуйста, листовка. И вот мне надо тоже подходили два парня этих продавца в магазине. Я говорю, о, сегодня день вашего спасения, я вам покажу листовку, и покажу вам эту справку, и вот вам каждому, пожалуйста, вот вам, Иисус вас любит, на молитву покаяния всегда у меня с собой. И вот теперь благодаря тому, что это как у меня такой способ получился, раздавать молитву покаяния, всем, то мне теперь это очень-очень-очень нравится. И вот так получилось, как бы, из чего-то такого супер негативного, получилось что-то супер позитивное. Это я не знаю, для чего я это рассказала, наверное, кому-то надо. Так что радуйтесь всегда, братья и сестры, как наш ценный Господь сказал, радуйтесь всему. Так что ждем его и радуемся. Благозлови вас, я Господь. Шалом. Во имя Господа и шуаха. Машиаха на это. Амин.